Выкупить два фута земли и стать лордом Шотландии. Это, между прочим, полноценные люди. У них даже песюны есть. Максимально интерактивно. Салют, на связи Тони. Этот выпуск посвящен всем тем комментариям и тем прекрасным моим любимым подписчикам, которые оставляют комментарии, где ты работаешь, где тебя найти, Антони, Антони. Я сегодня вам расскажу про то место, где я работаю, про прекрасный новый бар, про коктейли из отсюда, о концепции, приготовлю несколько классных коктейлей и покажу, что у меня находится под килтом. Коктейльная карта у нас очень творческая. Подача каждого из коктейля, она максимально интерактивная. Я вам покажу сейчас несколько, а вы уже потом, когда придете, попробуйте все 10 штук. А, конечно, она будет добавляться. Начнем! Let's go, мазафака! Первый коктейль. Называется коктейль Джерри Бойл. Если вы смотрели фильм «Однажды в Ирландии», это один из любимых моих фильмов. Брэндон Глиссен играл этого актера, Джерри Бойла. Это твист, по сути, на белый русский. Только это белый-белый ирландец получается. Они же там все такие, ребята. Суть в чем? Поскольку вся основа и настоек, и вообще, в принципе, у нас большинство напитков на вискаре, естественно, виски шотландские. Добрую порцию. Дальше мы добавляем кокао-ликер и сливки. Все довольно просто. Все веселье заключается в том, что при подаче этого коктейля гость, то есть ты мой юный друг. Должен рассказать анекдот, который меня насмешит. Если он меня насмешит, действительно, вы знаете, какой я хохмач, ебать его рот. Если он меня насмешит, то я бесплатно налью настойку. Это первое. А второе, как ни у какого украшения, это классика просто. У нас есть вот такая прекрасная книжка, в которой мы потом будем записывать этот анекдот. То есть мы сначала его перепишем на бумажечке. Видите, у нас уже оставляли гости здесь всякие анекдоты. И мы будем выбирать на собрании самое веселое и то, что насмешило, и записывать это сюда. И потом можно будет прийти и зачитать, так сказать. Что у нас здесь есть? У нас тут сидит один ирландец, сними его, блядь. Сидит, смотри, в очках, блядь. Ночь, а он ебашит коктейли. Салют, воин! Это Стэн, если что. Это один из совладельцев и по совместительству коллега-бармен, барменеджер и вообще прекрасный человек. Да? Но тут такие анекдоты тяжелые. В общем, я не знаю, ставят это или нет в видос, но... Да, друзья, на связи Гиена. Что-то я монтировал этот видос, послушал этот анекдот и подумал, что вряд ли YouTube пропустит его. Поэтому я деликатно засуну его в наш телеграм-канал Борделов. Вот вам ссылочка, пожалуйста. И она, конечно, есть в описании ролика. Ну уж извините, только так. Но зато мы точно не потеряемся. Так что переходите в телеграм, и там можете послушать этот умопромочительный анекдот. И пишите свои анекдоты. Может, что-то понравится. Да, и мы с кайфом это, может быть, даже запишем. Пойдемте покажу наш бар. Поскольку это кельтский бар... Кельты, кто такие кельты? Это в древности племена Северной Европы. Шотландцы, ирландцы. Вот, если смотрели Астерикс и Абиликс, вот это вот, ребята. Или про... Где кричал, помнишь, Мел Гибсон? Фридом! Это Храброе Сердце называется. Фильм, вот, вот эти вот ребята, которые показывали, что там у них под кельтами и все такое. Каждый столик у нас принадлежит какому-либо клану. Вот у нас Адрискал есть, например. Гости приходят, мы дуем в рог. И пьем приветственный шот. Ну и дальше уже кайфуем. Каждый столик, разный клан. Ну и, в общем, это такая братская история. Также у нас есть второй зал, где фальш-стоечка и посадка. Чтобы не было скучно гостю, если он пришел за один, а места нету за баром, у нас есть фальш-стоечка, и вот они, наши кельты. И собутыльники, и собеседники. У них даже писюны есть. Настоящий шотландский хер. Все настойки на виски. Ну, у нас их 10 штук, пока. У вас, наверное, заинтересовало, что это? Ракушки? Это настойка на листьях нори с солью. Ну, в общем, как будто ирландский моряк только что швартовал судно и дал вам леща. Она довольно крепкая и мощная. Представлены вискари у нас, конечно же, ирландские, шотландские есть разные. Пока немного. Ну, мы только открылись. Будем полочку пополнять интересными экземплярами. Тут уже есть несколько классных историй. Но, в целом, дальше будет мощнее и вкуснее. А холодосы эти, они для пивка. Баночного и бутылочного. Импортного. Вкусного. 10 вкусных, прекрасных кранов. Кельты – это очень воинствующие ребята. Воинственные. Они же жили в этих каменных... Не пещерах, а в каменных домах. Захватывали соседние территории с соседними кланами, чтобы там растить всякую еду и так далее. И они очень много пили, очень много ели и отрубали голову врагам. Почему? Потому что они верили в то, что душа живет в голове. Поэтому не отрубали у противников головы и украшали дома свои. Заборы. Это часть забора, например, кельтского. Вот представлена здесь такая. У нас, кстати, в коктейльном меню с этим уголочком связан один коктейль. Приходите, узнайте, что тут можно замудить. У нас есть столик для англичан, поскольку кельты терпеть не могут бритов. Спешл столик на двоих, около туалета. И сюда мы подаем пиво в чайниках и маленьких чашечках, чтобы заебались эти бриты наливать себе пивас. Вот, этот столик не бронируется. Это для тех, кто хочет немножечко, чтобы их погнобили. Следующий коктейль из нашего списка называется Репликон. Что такие лепреконы? Репреконы такие мелкие рыжие мудозвоны. Звучит, как будто я про детей своих говорю. Которые собирают золото и исполняют желания. У нас идет туда сироп, попкорн, лимонный сачок и яблочный сок. Заодно выучу меню. Пока снимаем видос. Это надо шейкануть. Всегда приходите в бар с монеткой. Хоть какой-нибудь. Репликон. Значит, подача коктейля простая. Вкусный, очень классный, сладенький, попкорновый. Дайте хоть хлебну. С кайфом. Мы даем вместе с коктейлем тару, лимон и ваша задача. Суть в чем? Вам нужно взять монетку и положить ее на лимончик, который находится в воде. Если монетка продержится 3 секунды, я отсчитывать буду, то мы вас угостим настойкой, опять же. Ну и, собственно, все красиво и нарядно. Но есть одна попытка всего лишь. Соответственно, вот так вот кладете и, естественно, сколько у вас монет есть, если вам их не жалко, вы можете столько распробовать. Но если у вас монет нет, мы вам, конечно, дадим своих. Но что это такое? Репликон у вас по головке не погладит за это, понимаете ли. Так и вот. Все, и кладете, и это вообще реально? Да. Один из ста. Пойду отдам коктейль главному репликону. Сок. Нектар. Следующий коктейль из нашего списка называется Морриган. Морриган это такая богиня войны в ирландской мифологии. Она всегда присутствовала на поле боя, но никогда не участвовала в боях. Помогала одной из сторон, ну, понимаете. А присутствовала она на поле боя в виде ворона. По сути, это твист на коктейль Манхэттен. Только делается он на скотче. Также ангастура. Вкуснейший. Вермут. И делаем мы его прямо билдом. Прямо в стакан. И на лед. Стакан со льдом. Скотч. Вермут. Оу, щит. Гаддем. Гаддем. И ангастурка. Апельсинка. Подача красивая. У нас же поле битвы. Огонь. И вообще. Подаем мы ее вспушенной железной ватой. Железной, потому что это мечи, потому что сражение рыцарей и пиздец. Кстати, мы открыты для предложения. Если хотите, чтобы я пришел и поделал ваши коктейли в вашем баре, рассказал о нем, так сказать, сделал обзор. Ну и вообще познакомиться, потусить. Пишите, звоните, телеграм, вк, ну в общем, все ссылочки есть в сотрудничество. Мы готовы. Вот такой у нас получился выпуск. Вы знаете, где меня можно найти, где можно выпить со мной, тусануть и вообще вкусно пожрать, попить и вообще качественно провести время. Подписывайтесь в телеграме, подписывайтесь вконтакте, пишите и не стесняйтесь. Любовь всем килд! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!